Вы знаете, что существует такой паразит? Токсоплазма. Он влияет на мозг человека и вызывает любовь к кошкам. Мир поработили котики. Мне кажется, первыми их приручили люди из похоронного бюро. У кошек импринтинг в черной одежде. Наши считают, что маленькому черному платью не хватает акцента в виде клочка шерсти. Кошка постоянно устраивает митинги. Требует увеличить популяцию котов на территории нашей квартиры. Хотя бы до одного. У нее прекрасный дар убеждения. Садится перед дверью и голосом младенца требует открыть. Я уже давно кошачий дворецкий. Дети ждут, пока я закончу работу. А эта наглая приходит, садится на клавиатуру и принимается отправлять неприличные письма попой. Причем уговоры не срабатывают. Ощущение, что она где-то раздобыла энциклопедию по пикапу. И теперь активно нами манипулирует. Во время семейных советов кошка часто выражает недовольство громким покашливанием. Потом вываливает на ковер комок мокрой шерсти. Мол, дискуссия окончена, плевать и на все хотела. Как офисный работник, кошка полдня спит, а полдня непонятно чем занимается. Ее уже давно можно в депутаты. Она тоже умеет ничего не делать и регулярно с этого кормится. Люди сами не заметили, как котики захватили власть в мире. Теперь гадят, где хотят иметь территорию. Это доказывает, что любовь может быть порочной. Особенно, если вызвана паразитом, влияющим на мозг. Будьте внимательны к тем, кто вас приручил. И кого вы приручили. Субтитры создавал DimaTorzok